Скамеями варианты, с камнями, пепельница, я думала катушки, нитки класть, Танюш, Танюш, С лебедями, видите, она как шляпа сделана, ух ты, там еще, а нет, это отражается рисунок внешне, как будто там еще рисуночек продолжается, ну это что, это обычное стекло, это не молочное, тяжеленькое, так, и здесь еще одна необычная вещица, посмотрите, ну вот выяснял тут, я подумал, что это рог, ну вроде бы как это все-таки клык, и здесь посеребрение, и она полая пустая чаша, вот такая, то ли фруктовница, то ли что, то ли, ну, как говорится, у богатых свои причуды, да, кто на что, кто что придумает, а здесь лимож, по-моему, вот это, Австрия, ну стилистика, как в лиможе, да, мне нравится, когда внутри прокрас, прокрас есть, прекрасная вещица, еще вариант красоты вам, чтобы вам мечталось на ночь глядя, прекрасно, как будто вам подарил супруг, или жених ваш, если вы не замужем, и вы ставите в нее цветы, красивая, правда, чья это? Богемия. Что еще я здесь нашел? Яйцо на постаменте. Кракелюр, но он, по-моему, прорисован. Да еще на таких тарелочках зелененьких, роскошных, я поставил ее. Откроем, посмотрим, что там внутри. Вот что бы вы там хранили, если бы это яйцо было ваше. С обоих сторон, с обеих, один и тот же рисунок. Цепочка, чтобы далеко не падала крышка. Фиксирую. И она прячется внутри. А я набрел еще на роскошь. Я даже не знаю, за что хвататься. Серьезно, я даже не знаю, что начать показывать. Потому что тут все очень красиво. Этот кроет. Подобного мы с вами еще не встречали. Смотрите, какая сказка. Ну, как тут не захочешь по-царски жить? Конечно, захочешь. Вот это вазочка в таком обравлении. Ну-ка, ценник есть. 78 тысяч. Так, вот это я вам еще хотел показать. Кофейник и молочник серебро. Кофейник 41... Молочник 41 тысяча. Кофейничек 60 тысяч. Чем? Молочник. Кофейник 41 тысяча. Этот кроет 142 тысячи. 19-й век. Но он этого стоит, конечно. Ну, то, что мы не заработали дети деньги, это уже другая история. Но он этого стоит. А это что? Чьё это? Это Мозор, Чехия. Конец 19, начало 20 века. Музейный экспонат. Этот рядышком. Этот репутирован по каталогу Мозора. Они по отдельности, не вместе. А для чего это такая? Это либо ваза, либо декантор для вина. Это ручка, за неё брать. А это рок изобилия, но тоже ваза, да? Да, впечатляет. А рыбки чьи? Это современный и здесь Лолит, Франция. А, Лолит, точно, да. Всё, Лолит, да, здесь? Да-да-да, вот помимо этого. У вас и там же Лолит, и там, и там. Они здесь необычные. Так, для примера какую-нибудь цену. Посмотрим, для примера, вот эта брошка стоит 42 тысячи. Серебро, ой, золото, да это? Нет. Нет? Это винтажная традиционная межутерия, Аскю Лондон, Англия. 70-80-е годы, да? Восемьсот тридцатые годы, Англия. Скажите, пожалуйста, что это за клубок? 38-900 тонн. Туда пара. Все это роскошь можно найти вот здесь по этим номерам. И у них мебель, даже есть картины, то есть здесь не все представлено на Большой Никитской. Это бутик у вас есть, да? Придем туда, значит. Иду дальше, увидел чернирницу царских времен. Мечта, конечно, мечта. И к ней сразу есть два подсвечника парочка. Но здесь еще есть красивые предметы. Вот это, например, пара. Смотрите, какая роскошь. Игривый взгляд. Или хитрый. Каким бы его назвали бы. Что-то он увидел на тишинке, что-то он размечтался. Я это куплю. Все-таки я это куплю. Он говорит. Но мой восторг, конечно, вот на эти предметы. Я вам тоже их давно-давно как-то снимал. Это, конечно, мечта. Это мои королевы, которые подписались на канал Ивана Рыбникова. Довольные, счастливые, после всех красот. Но я вам хочу еще одну вещицу показать. Такую необычную, нестандартную. Я не знаю, как это сделано. Нам должны объяснить, рассказать. Пока нету здесь продавца, хозяина. Но вот эта девочка, она превращается в монстра. Но испугаться можно. Испугаться очень даже можно. Не каждому это понравится. Но вот и такое существует. Джексон здесь, смотрите, кукла есть. Доктор смотрит. Снимок? Там ножницы в снимке лежат. Вернее, в желудке. Ну, у него непонимание, как же они туда попались. Закручены, как вазы. Интересные, да, варианты? Да. Эти светильники из тонкого стекла. Они, конечно, очень дорогие. Иногда встречаются на авито варианты. Но их тут же быстро расхватывают. Узбирают. Узбирают. Это вся ручная вот эти кукла. Угу. Угу. Куклюш. Ты все купишь? Сколько они такие стоят? Они от 7 тысяч. Семь. От 7 тысяч до 12. 19-й век панталончики. Вот здесь много разных. Угу. Подскажите, у вас с собой какую-то цену? Это розетки для варенья, для этих чайных пакетиков. Для гостычайных. Да. Отороченный металлом на такой подставочке. А сколько это стоит, подскажите? Сколько стоит такая? Стоит 8 пиццов. 8 пиццов. Прекрасно. Их 4 штуки. 4 чашечки там, зарелочки, да. И вот смотрите, яйцо тоже вариант какой. Вот такая басочка КПМ Германии. КПМ 70-е годы. Для зубных докторов? Это авторская работа. Это для зубных щеток, это для тюбика, а это для мыла. То есть это комплект? Да. Ну можно отдельно. Работал раньше вербилкой. Сейчас работает отдельно. С современностью шел такой. Да, это современность. Вот это его работа тоже. Тоже его работа. А это салонка, да. Сверочница, ажичка. Такая ягодница. Духи 24 уфа кончика, они все полные. 24 аромата. Да. Разные. А чьё это? Италия. Италия. Коллекция. А сколько такая стоит? 25 тысяч. 25. Made in Italy. Это все женское, да, скорее всего? Скорее всего, да. Потому что я так полагаю, по надписям, там, все цветочные запахи, магнолия, там. Ну и потом бантички тоже об этом говорят, да? Что-то женская история. Да, да. Ну они все новые, все непользованные, все закрыли. Очень хороший подарочный вариант. И пошли читать. Вот так будешь ходить, все ты подумаешь. А потом, когда закончатся флакончики, можно еще что-то использовать. А почему нет? А почему нет? Это космос Америка, привезла из Америки. Будущим балеринам мамы, подарок вашим девочкам. Сколько стоит? Это стоит 8 тысяч. 8. А еще есть такая очень классная вещь, Лебединое озеро. Именно музыка играет Лебединым с лебедью. И вот так заводится, да? Музыка обратительная. Да. Именно, именно. Здорово. Это называется «Похищение Европы». Это мифический такой рассказ, я полностью не помню, но ее зовут Европа, и она чья-то дочь, и ее украли. Украли на быке, и называется это «Похищение Европы». То есть, Европу украли, и ее зовут Европа. Интересно, может быть, зрители слышали такую историю? Да, ошибаюсь, не знаю, но примерно такая история. Ну, где-то близко, да? Да, такая история примерно. А вот еще у вас вижу красоту. А это «Принцесса Сиси». А-а-а. Она тоже очень редкая. А вот эта раковина красивая? Раковина – это чешская раковина. Ну, в общем, тоже интересная. Для морепродуктов. Можно как конфетница, даже как икорница. Ну, да. В таком количестве икры такое количество, да? Здесь, по-моему, там на этом… Оказывается, вот этой всей красоты и роскоши. Вот есть «Мега Григориан» вот YouTube канал. А, YouTube канал, где можете увидеть больше… И сайт есть. Больше всех этих прелестей. Сайт особо не успеваем на сайт выставлять, но на YouTube можно и… И можете прийти сюда. Оказывается, у них здесь на первом этаже прямо магазин. Еще есть «Винтаж Бутик». У нас два магазина там. Один «Винтажная одежда». А второй «Бутик» – это «Антиквариат». Называется «Гранд Антик». Вот наш стенд. Он здесь. Здесь, здесь. На первом этаже. И это здесь. Работает? Работаем каждый день без выходных с 10 утра до 9 вечера. Ну, здорово. Придем. Спасибо. Да, пожалуйста. Дойду. Спасибо. Это наказано. Называется «Стереография». Вот эта штука. Чтобы вас не пугать. Стереография, если вот кто не знает. Но я об этом тоже не знал. Родное выпукло стекло. Какие это годы? Это 50-е, 60-е. 50-е годы. Вот это. Вот это. Серебром расписано. А, серебром это. Серебром написано. Да, янтарное стекло. А стоимость можно сказать? 12 тысяч. 12 тысяч. На четверых. Всего. Всего. Всего, да-да-да. Всего. Так, а это у нас Сент-Луи. Вот эти милашки. Мелкие-мелкие. Видите, какие они? Специально вот. Ой, ну прекрасно. Прекрасно. Я в некий степень доверия. Ой. Ну красота. И здесь какая роскошь. У меня еще свежий. Вы видели такое чудо? Я нет. Это стекло с фарфором, по-моему. Молочное стекло. У меня не давать. У меня есть 10 часов. С металлическими вставками. Слушайте, ну невероятная красота. Каждый раз что-то новое. Каждый раз что-то такое. Все еще красивее и еще красивее. Здесь ножка металлическая. А на эту вазу посмотрите. И кувшин рядом с ним. Смотрю свои видео тоже. И вижу то, на что я не обратил внимания. На какую-то вот прекрасную. Вот это что такое? Вот как это? Как в это не влюбиться? Вот такая солоночка хрустальная. И здесь какой комплект. Розовый. Ваза и двои стопочки. Какая ваза? Конечно, графинчик. А вот какая прелесть необычная. Посмотрите. По форме и по своей. Тема фэшн. Платье. Ну, это для дизайнера действительно вещица. Думал, что это кость, а это камень. Хотел достать, но она очень тяжелая. Поэтому не стал. Необычная вещица Япония. Давайте я вам покажу вот такую. Прекрасную штуку. Когда-нибудь я все-таки приобрету подобную. Ну, и вот эта ваза невероятная. Мозор, по-моему. Да, Мозор говорили. Два подсвечника кобальтовых. Кобальтовых. И рыбка. Кстати, стакан, смотрите. С знакомым нам рисунком. Так, а это ваза для цветов. И чтобы цветы не распадались, есть решетка вот такая. Вы кто? Кто я? Да я королева. С канала Ивана Рыбникова. Вы что, не видите? Это что-то похоже на ведж вот. Ну да, так и есть. Англия. Единственное, что вот цвета, да, непривычные. Мы же всегда ведж вот видим вот в таком варианте. Кстати, видите, подсвечники. Тоже не встречал пока что. В ведж вот эти подсвечники. Обычно вот шкатулочки такие, да, еще что-то. Вазочки. Но вот такого цвета неожиданного. Черное с золотом. Интересно. Поднос. Ну, по-моему, старинный. Дерево и металл. И, наверное, хрусталь все-таки с рисунком. Тарелочка. Рыбная тема. Бавария. Айсберг традиционный. Шуман. Прорезной фарфор. Кончайшая работа, прорисовка, да, по этим кантам, или как это правильно сказать. Красивая. Ложка с щеткой для прихожей. Коколь с ручкой. По-моему, если я не путаю, это, наверное, черепаха. Вот, судя по рисунку, вот там. И вот такой похожий на северский фарфор еще один. Красота, правда. Да, есть с чем побаловать глаз на тишинке. Бижутерия на манекенах. И тут старинная одежда разная. А, это наша давняя знакомая, кстати, здесь стоит. Она сама делает эти картины, кстати говоря, из кружев старинных. Жаблоньо, там висят кружева. Вот здесь антикварные кружавчики. Допустим, этот элемент, воротничок, наверное, до 1000 рублей. Так, а мне же нужно найти, мне нужно найти пуговицы, которые я приметил. Ольга, спасибо, пойду сейчас искать, которая отправила деньги 5000. Чем хороша тишинка? Тем, что здесь освещение хорошее. И все предметы, они просто сияют, в принципе, да. Краски более яркие. Ну, как-то вот красиво все, подача красивая. Здесь, смотрите, какой комплект. С медальонами. Это пластик. Это пластик, но все равно это очень красиво. А медальон у нас в стилистике какой? Что это у нас? Лимош. Обычная статуэтка, по-моему, это бедняки, да, куда-то идут. Ну, куда они идут? К лучшей жизни. В надежде. Ну, навряд ли уже вот эти пожилые люди в возрасте добьются чего-то. А вот молодежь, может быть, что-то, куда-то, чего-то. Надежда в их глазах. Ну, я вот тоже из деревни, из села. И все, чего я добился, вот так вот шел один сам, наверное, придумал вот такую же себе шляпу, от которой скрылся от всех препятствий, недоброжелатель и так далее. И шел в одиночку по своему пути. Не просто, долго. Но счастье мое в том, что многие люди ко мне очень хорошо относились, поддерживали и сопутствовали моей удаче. За это я им вот сегодня выражаю благодарность. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Субтитры сделал DimaTorzok